Здравствуйте! Я очень благодарен за то, что я могу говорить об имени Иисуса перед таким множеством людей со всего мира. Иисус становится для нас жизнью, надеждой и радостью. Сегодня прочитаем с вами Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Пожалуйста, откройте в своих Библиях Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Если вы нашли, я прочитаю. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Это очень короткое и очень славное слово. Давайте еще раз прочитаем. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Это слово, которое лично Иисус сказал. Все, чего не будете просить, верьте, что получите. То кроме Иисуса, никто так не сказал. Если не важно, кто вы, какой вы человек. Если в это слово вы поверите в своем сердце. И вы будете молиться. Если вы будете иметь веру, то, что это сбудется. Тогда вы сможете увидеть удивительное деяние Господа. Да, знаете, я смотрел в свои записи, чтобы найти дату. Эта история случилась со мной в 87-м году. В 88-м году проходили Олимпиады в Южной Корее. И это было где-то в мае 87-го года. Сейчас, знаете, у меня со здоровьем все в порядке. Но не сперва, не сначала у меня было такое здоровое тело. У меня были проблемы со здоровьем. Я не любил в холодном месте находиться. Я, например, играл в такие простые игры, как волейбол. И мое тело всегда было слабым. И около мая 87-го года у меня случилась язва желудка. Да, знаете, любой болезнью вы заболеете, но, пожалуйста, не болейте язвой желудка. Знаете, я так люблю покушать. Но я не смог в тот период кушать. Поэтому в те времена мне было очень непросто. На протяжении трех месяцев я болел. И обычно мой вес составлял 70 килограмм. Да, может быть, после этого я немножко поправился. Но на протяжении трех месяцев я похудел на 7 килограмм. Знаете, почему я так подробно объясняю вам мою ситуацию? Потому что в этой истории, в этом слове именно через это событие произошло очень удивительное изменение в моей духовной жизни. Да, конечно, я знал теорию Библии. Но, знаете, у меня была слабая вера, я просто знал теорию. Да, знаете, сколько бы вы Библию не знали, этим все не заканчивается. Именно в тот момент, когда вы начинаете верить в это слово в своей душе. Так удивительно, но тогда это слово начинает действовать, и вы можете обнаружить, что вы совершенно изменились. Да, знаете, в Корее в этот раз из-за коронавируса были также особые трудности. А, вот Корея так страдает из-за коронавируса. Да, есть мертвые люди, которые умерли от коронавируса, есть страдающие люди. Было очень тяжелое время. Но, да, конечно, я испытал Бога в своей жизни. И я испытал на себе, как Господь, трудности все и проблемы изменял на благословение. Также я подумал, что и коронавирус Господь изменит во благо. В нашей церкви любимые братья и сестры не могли из-за коронавируса посещать собрание. И на данный момент уже очень утихла корона в Корее. Уже лучше стала ситуация, и нам разрешили собираться в церкви. Но нам сказали, не садиться очень близко друг к другу, но через стулья. Но какое-то время невозможно было, чтобы даже один человек пришел в церковь. Вы представляете, я стоял перед пустым залатом, где нет ни одного человека, только стулья. В то время никто не мог приходить на служение. И мне пришлось проповедовать пустым стульем. Да, конечно, многие люди они слушали через видео мою проповедь. И знаете, когда мы планировали проводить пасхальное служение? Да, обычно мы проводили в таких больших залах, например, для бейсбола, как качок SkyDom. Но по милости Бога мы могли в этот раз вместо зала через Zoom. Но когда мы начали служение, мы увидели, что проблема появилась в аппарате, в связи. Тогда два миллиона людей зашли и слушали слово. Я так был удивлен. И тогда мы переводили на пять языков для трансляции. На корейском языке, на английском, на китайский, на испанский и на французский язык. На пять языков. Были люди, которые слушали именно на испанском языке мы проповедь. И когда уже заканчивало служение, около четырех тысяч написало комментарии после проповеди. Я получил прощение грехов. Я был шокирован. И теперь мы планировали этот семинар. И мы запланировали то, что будем транслировать на разных каналах наш семинар. Мы думали, что около 130 миллионов будут смотреть трансляцию. Но потом однажды мне сказали, что уже 300 миллионов. Потом 37? 370 миллионов. 400 миллионов. И даже 700 миллионов такую цифру мне назвали. И я представляю, что, наверное, сейчас уже около 800 миллионов телезрителей по всему миру. Я думаю, что это впервые в истории. я, знаете, какое-то большое число, 800 миллионов. Я даже не могу поверить в такое. Мы просто могли благодарить. И я могу благодарить Бога за то, что я могу не о другом, о чем-то говорить, а именно об Иисусе. Иисус. Да, Он говорил, как вам, так и мне множество слова. Неважно, какое слово Он сказал вам, «Но когда вы верите в это слово, тогда неважно, какой вы человек. Вы злой или добрый. Вы хороший или нехороший. Вы умный или глупый. Вообще, неважно, какой вы. Когда вы принимаете это слово веры в свое сердце, с того момента, где Иисус начинает через это слово действовать в ваших сердцах. Да, Господь при создании человека создал нам душу. Он сделал так, чтобы человек мог принимать душу Бога в свою душу. И если человек принимает в свое сердце душу Бога, тогда Господь живет в этом сердце и может действовать. Тогда печали исчезают, переживания. Начинают происходить удивительные деяния. Хотя на данный момент очень многие люди читают Библию, но люди не верят в слово в Библии, потому что они верят в свои мысли. Но наши мысли отличаются от слова Бога. В слове Бога написано «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути». Да, Господь имеет другие мысли, не такие, как у нас. Его воля отличается от нашей воли. Но долгое время мы жили по своей воле и по своим мыслям. Но для того, чтобы явить нам свою прекрасную милость, Господь хочет в наше сердце вложить свою душу. Если мы принимаем верой это слово, когда это слово попадает в наше сердце, тогда вы можете измениться и стать удивительным человеком, каким вы не были до сих пор. Нам не нужно прилагать усилия. Нам не нужно пробовать. Нам не нужно прилагать усилия, чтобы бросить курить или бросить играть. неважно в каком вы положении. Сегодня я буду говорить вам о слове Бога. Если вы принимаете это слово в свое сердце, тогда вы не можете стать таким же, как вы были до сих пор. Вы становитесь счастливее, у вас появляется надежда, появляется деяние. вы имеете одинаковое сердце с Богом. И хотите вы этого или нет, тогда вы соединяетесь с Богом. Когда вы действуете, двигаетесь сердцем Бога. Если ваше сердце становится одним с Богом, неважно какой вы человек, Господь живет в вас и действует. Подумайте, когда вы делаете, когда Господь делает вас, это одинаково? То, что вы делаете, когда Господь делает, это совершенно разные вещи. Вы не можете остаться таким, вы обязательно изменитесь. в 1987 году, это где-то было в мае, тогда впервые я заболел язвой желудка. Впервые, когда я заболел язвой желудка. Знаете, я не говорю по-английски, вот так, как он, но одно слово я знаю. I like eating. Я люблю кушать. Правильно, да? Да. I like eating. Я очень люблю кушать. Да, просто представьте себя. У меня есть рот, но я не могу в этот рот вкладывать пищу, потому что мой желудок не радуется, ему не нравится. Чтобы я не вкладывал свой рот, всегда у меня была диарея. И моя жена видела, как я страдаю. знаете, я часто кричал на мою жену, но когда я болел, я очень чувствовал себя виноватым. Она меня должна была кормить. Я могу есть, но все время у меня был понос, поэтому мне было очень жалко. Представляете, три месяца. На тот период я потерял 7 килограмм веса, и мой костюм стал мне велик. Мне было очень мучительно. Да, есть один профессор в большой больнице Ханя. Он терапевт. Он прописал мне лекарства. И знаете, что он сказал мне? Пастор, знаете, ваши стенки желудка похожи на промокший лист бумаги. То есть мои стенки желудка стали очень тонкими. Вам нужно быть очень осторожным. если они порвутся, не дай Боже, тогда в 24 часа вы погибнете. знаете, мне казалось, что врач угрожает мне как будто. Да, но мне казалось, что я такой добрый пациент. Мне же нужно питаться. Но я не мог уже терпеть, потому что так я мучился из-за поноса. И когда я принял лекарство, которое прописал мне тот профессор, я думаю, ой, так мне приятно. Знаете, где-то на протяжении одной недели я принимал лекарства. И прошла одна неделя, сначала было очень хорошо, но после этого никакой разницы не было. Мне было очень мучительно. семья и жена кушали рис и там с сыром такой рис вкусный. Да, и ким нужно было морские водоросли нарезать 4 на 4 сантиметра. потом была свинина в соусе. Простите, я очень часто езжу на семинары. И тогда, если я должен ехать уже через 5 месяцев на конференцию, если я скажу, что у меня болит жилую, да как же так? Да, и там, если меня готовят, очень вкусно еду. Мне было очень больно. Три месяца я вот так болел. Однажды утром рано я встал и я подумал, обычно летом я очень активно занимаюсь деятельностью. Я думал только, и думал, как же я смогу пережить это лето со своим организмом. Поэтому в тот день я серьезно встал на колени перед Богом и начал молиться «Господи, мой живот очень болит. С таким животом я не смогу провести все мероприятия летом. Господи, очень прошу Тебя, Ты дай мне выздороветь». Вот таким образом я молился. Да, знаете, это слово я очень хорошо знаю. но как будто Господь говорит прямо мне, потому говорю вам. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Ой, это такое великое слово. Все, чего не будете просить, просите в молитве, и когда вы поверите, если будете просить, молите, верьте, что получите, и будет вам. Но знаете, до сих пор я не думал, что это такое важное слово, серьезно не отразился. Вы представляете, даже такое слово существует. Если я молюсь, если я поверю, что Господь ответит мне, тогда так и будет. это же слово Бога. Оказывается вот так просто. Знаете, почему я говорю вам об этом? Кто-то очень много слушал слова, слушают и знают, очень хорошо сдают экзамен по Библии, но очень много людей, которые не верят в этот факт. и до того, как я понял, а, это потрясающе, я молился, Господь, ты исцели мой желудок. И после этого, что я могу сказать? А, тогда я верю, что Господь исцелит, значит, Он уже исцелил. Поэтому я поверил. Поэтому я выздоровел. Господь, спасибо, я так верю. Но знаете, в чем проблема? Появилась проблема. Я хотел пойти завтракать, и когда я подумал об этом, знаете, корейцы любят кимчи, это острое блюдо. Но знаете, когда я думал, кимчи очень острый вкус, и он совпадает с любым блюдом. Если кушать холодный рис, если кушать лапшу, тогда очень хорошо подходит. Даже со стейком очень сочетается. Кимчи имеет очень сильный вкус, поэтому с любым блюдом сочетается хорошо. сочетается кимчи и если я представлю, что кимчи это молодой юноша, тогда он может жениться на любой девушке. Это на самом деле так. Знаете, корейцы есть люди, которые живут без жены, но нет людей, которые смогут прожить без кимчи. Да, даже говорят, что кимчи важнее, чем жена. Но знаете, важный момент. Если я выздоровел, тогда я должен есть кимчи. Из-за того, что у меня болел желудок, поэтому я не мог питаться кимчи. Знаете, когда у меня болел желудок, именно до 87-го года у меня были проблемы с желудком. у меня все время не сварение было. И когда я ездил в Германию, тогда я просил пастора лихон лихон мог вы простите но можете помять немножко, чтобы у меня произошло сварение с желудка. И тогда этот пастор очень много потрудился. он очень хорошо делает массаж. И я ему купил холодную лапшу. Уже три месяца я не мог есть кимчи. Причина тому, что даже если я ем просто пустую кашу, у меня понос происходит. Но если я кимчи, тогда я умру просто. Я не мог есть кимчи, потому что у меня болел живот. Но если я верю, что я выздоровел, значит я должен есть кимчи. Почему я не ел кимчи? Потому что у меня болел живот. да, там написано ты не вери, когда ты выздоровеешь, а верь, тогда будет так. Еще я не выздоровел. Но я верю, что Господь исцелит, я верю, что я исцелен. У меня болит живот. Но я верю, что я выздоровел. И я уже выздоровел. если я выздоровел, тогда я должен есть кимчи. Знаете, это непростое дело. Как я смогу есть кимчи? А что если у меня лопнет желудок? Врач сказал, что я и так могу умереть. Врач сказал, что мой желудок подобен промокшему листу. Я смотрел на себя, а я не верю в обещание Богу. Хотя это факт, что мой живот болит. Но если я буду верить, что я здоров, тогда я буду выздороветь, потому что я поверю, что будет так. Но если я боялся умереть от разорвания желудка, тогда я не верю в Бога. Знаете, я часто кричу, чтобы поделиться с другими, но я сам не верил часто в такие моменты. Я часто читал и читал и еще больше читал Библию. Библия очень точно говорит, верьте и получите и будет вам. Достаточно просто поверить. но почему я переживаю? Потому что я не верю Богу. Да, он сказал, верьте, что получите и будет вам. Но мне кажется, что с моим животом будет еще хуже, поэтому я не мог есть кимчи. хотя я долгое время читал, еще больше читал Библию. Но когда в моем сердце я верю, хотя врач говорит, что это опасно, да, что мой желудок станет еще хуже или же я выздоровлю. Я понял, что если я так имею двойную душу, значит я не верю точно в обещание Бога. А оказывается пастор не верит в Слово Бога. Вот такой он человек, хотя он сам проповедует о вере, но он сам не верит. Тогда я подумал, если я поверю, значит я здоров. Кто это говорит? Это Бог говорит. Если я не верю в Слово, значит я не верю Богу. Я решил поверить то, что я здоров. Спасибо Господи. Я выздоровел. Я пошел покушать. И тогда пришли гости в мой дом. Моя жена полностью составила стол вкусными блюдами. и там она сделала мясо и капусту и мельчи такие маленькие очоусы. Я увидел. Я подумал, Зоу, почему ты даешь им, а не даешь своему мужу? я отодвинул свою кашу и просто поставил, я не знаю, просто я подвинулся одно из блюд, взял ложку и начал кушать. И потом кимчи. И я почувствовал этот вкус за долгое время. Я начал есть. Моя жена была шокирована. Ой, что ты делаешь, дорогой? А что я делаю? Я уже выздоровел. Она посмотрела. Она не смогла больше ничего говорить и ушла. И я начал кушать. И знаете, это моя история. Я прошу прощения. Но после того, как я получил спасение, я уменьшил уменьшать количество сна. И знаете, когда я принимаю душ, я думал, как можно побыстрее принять душ. И также, когда я до того, как я женился, когда я кушал, да, я никогда не ел больше, чем две минуты. я на всем решил экономить для того, чтобы читать Библию. Когда я шел в туалет, я брал свою Библию. Все время, когда я куда-то ходил, я все время читал Библию. Я все время вот так читал Библию. И знаете, до сих пор моя привычка быстро кушать тоже не проходит. Да, конечно, не важно, когда в обычное время, но когда я кушаю с президентом, да, подстраивать свою скорость под скорость президента. Но обычно я ем, и у меня ничего уже нет. Поэтому я начинаю закуски только кушать потихоньку. Но все время я такой. Да, я закончил уже, а все остальные только половину съели. Я положил свою ложку. И знаете, что важно? Тогда мой живот начал болеть. Я не мог терпеть. И мне очень хотелось туалет. поэтому я сказал простите меня и пошел в туалет. Простите пожалуйста. Хотя вы наверное уже большинство знаете об этом. У меня был очень сильный понос. Да, я непременно поверил. Почему мой живот болит? я не мог терпеть. Очень сильный понос был. Ой, мой живот. Да, написано, если будешь веровать, так будет. Я поверил в слово Бога. Я поверил в слово, поэтому я пошел и кушал и кимчи, и другое закуски. Но мой живот очень болел. тогда в моей душе. Давай, я не буду смотреть на обстоятельства, я просто буду до конца верить. Я выздоровел. Все, сатана, отходи от меня. Я уже выздоровел. Но знаете, сатана, это очень трудно с ним сразиться. Смотри, ты говоришь, что твой живот уже выздоровел, но ты болеешь. Посмотри, ты же болеешь. Как ты можешь говорить, что ты выздоровел? А, сатана, ты такой ужасный. Да, у меня болел живот. Да, конечно, у меня был понос, но в Библии написано, если будешь веровать, будет так. У меня болел живот. Тогда я взял это слово и написал в своем сердце. Я выздоровел. Я здоров. Тогда ты не должен болеть. Ты должен выздороветь. Тогда твой живот не должен болеть. Разве я не выздоровел? Господь сказал, что я выздоровлю, и я поверил в это. Вот, это правда. Иисус, знаете, когда я поехал в свой дом, дочь Яира, все смотрели, что она умерла. Но Иисус сказал, что она спит. Да, как это, она спит, значит, она жива. А оказывается, я смотрю не так, а смотрит Иисус. Мне кажется, что я не выздоровел. Но Иисус сказал, что я здоров, значит, это так. Но у меня же болит живот. Да. Хотя это так. Но если Иисус сказал, что я здоров, значит, я такой. Как это у тебя болит живот, но ты здоров? Хотя у меня болит живот, но я здоров. Тогда пошел день. И потом я на следующий день обедал, все скушал. И снова я побежал в туалет, и у меня был снова болел живот. А я все равно верю, я выздоровел, я здоров, я буду верить в слово. И в тот день, вечером, я поехал в гостиницу Хаят. Был тот человек, который пригласил меня покушать вместе. и сказал, ой, простите, я, конечно, очень благодарю вас, но мне очень стыдно, потому что ехать надо час, потом обратно час тоже, и кушать надо время. Но мне нужно было ехать обязательно. Там был известный буфет, шведский стол. А, я думал, может быть, мне нужно взять немножко каши и покушать. А, нет, я здоров. Потом я съел пять тарелок, и полностью я заполнил. Да, я наелся. Мой живот раздулся, но я впервые не имел поноса. потом такой я сытый был и ехал домой. Я спал, и на следующее утро мой желудок стал совершенно здоров. То есть за 24 часа. Знаете, когда я впервые побывал в Африке, я не мог есть африканскую еду. Но я думал, что если я буду голоден, тогда я смогу есть. Но я не смог. И сестра она сказала мне, пастор, что вы любите из корейской пищи? А я люблю твенджан, это соевая паста. И она меня спросила, знаете, а что такое твенджан, из чего это делают? Нужно иметь сою. пасту. хорошо, мы сделаем вам тогда соевую пасту. Но знаете, они не могут сделать нормальную соевую пасту. Я сказал, нет, не нужно. А почему, мы не можем похожее сделать? Я сказал, что это нужен год целый, чтобы сделать пасту. Тогда я удивилась, какое блюдо готовится целый год? И тогда целый год, вы что едите, если ждете эту пасту? Тогда мы кушаем прошлогоднюю пасту. А что в прошлом году вы кушаете? То, что за год еще сделали. Она не могла понять меня. Но знаете, как африканцы не понимают нашу жизнь корейскую. Также нам очень сложно понять то, что Господь делает. Но все же мы можем верить. Прошло ровно 24 часа. На самом деле, вот эта вера, она изменилась в очень большое чудо. было такое, что я принимал слово, но проходил мимо. Но когда я мучился от боли желудка, три месяца была очень серьезная болезнь. Но я даже не могу забыть это мучение до сих спор. Но когда я поверил, именно за 24 часа я полностью исцелился. Я не мог есть кислое, острое, заправленное. я люблю и мучное, и очень я люблю разновидную еду. Я хочу отобрать у кого-то на улице печенье. очень хорошее у меня состоялся сияние желудка. Но что говорит Библия? А когда у меня болел живот, тогда он мне сказал, все, что не будешь просить, молиться, верь, что получи, будет так. Да, я знал это слово и раньше. Но я никогда верой не становился перед Богом. я думал, это должна быть хорошая вера, у меня плохая вера. Я просто проходил. Но после этого случая тогда моя мера совершенно изменилась. Знаете, однажды мне позвонили из Либерии. Сказали, что Чеюхана укусил скорпион и умирает он. врач сказал, что в течение двух часов он умрет. Но если мне ехать перед садкой, тогда 18 часов нужно лететь на самолете до Либерии. Я мог ему отправить лекарства или врача? Но миссионер он позвонил мне и плакал пастор и Юхан скоро умрет. Что же делать? В то время я вспомнил это слово. Я могу ли поговорить с Юханом? Да, пастор. Юхан. Этот брат он уже практически умер. Врач заводил его сердце искусственным массажем сердца и тогда за два часа его сердце забилось снова. Но тогда у него была температура тела 17 градусов и сердцебиение 20 ударов в минуту. это получается одинаково что это труп. Это 20 ударов 17 градусов это как будто труп лежит. Но тогда его память была живая. Поэтому я попросил поговорить с ним по телефону. Тогда я смог поговорить с Юханом. Юхан ты слышишь меня? Да, пастор. Да, сейчас говорят, что тебя укусил скорпион, ты умираешь. Где-то через пару часов ты умрешь. Да, он тоже знал об этом. Знаешь, Юхан, я читал сегодня утром Библию. Сегодня утром я читал Исайю 40 главу 31 стих. Да, ты знаешь, Библия и все слово Библия это слово Бога. И Бог ни в коем случае не обманывает. Я прочитал сегодня утром Исайя 40 глава 31 стих. Там написано, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Послушай меня, Юхан. Господь никогда не обманул. Господь ни в коем случае не врет. Если это слово Слово Господа, тогда ты посмотри на Него. Ты подожди Его деяния. Тогда непременно Господь даст тебе новую силу. сейчас есть яд скорпиона в твоем теле. Тогда его укусил скорпион ночью, когда он спал. Он когда спал, он почувствовал, что его как будто укололи, но увидел, что ничего нет вокруг. Поэтому он снова заснул. А утром он сказал соседу, «А, меня кто-то уколол ночью, когда я спал». Я не знаю, кто это сделал. А может быть, это скорпион? Ой, да что ты говоришь? Как здесь может быть скорпион? Это время прошло. Но около трех часов дня в тот день, когда Йохан шел в туалет, у него что-то начало бурлить в животе, и он не дошел до туалета, он упал. у него сердце начало очень слабо биться. Тогда люди, находящиеся вокруг, они начали бить его и пытаться завести его сердце, но ничего не смогли сделать, поэтому повезли в больницу. А врач сказал, вы забирайте его назад, он умрет. Пожалуйста, помогите. Не получится. Уже его ряд скорпиона по всему телу распространился, и он уже достиг сердца. Уже в основном люди в такое время умирают. Но даже если вы сразу привезли, он тоже мог уже умереть. А почему вы только сейчас приехали? Уже поздно, он умрет, он точно умрет скоро. Вот так получилось. И я сказал, Юхан, слово Библии это слово Господа. Да ты думаешь не так, как Бог думает. Господь никогда не обманывает. Что Бог сказал? А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Если ты будешь смотреть на Господа, если ты будешь надеяться на Господа, да, это слово не обман, это точно, непременно Господь даст тебе новую силу, тогда ты сможешь победить яд скорпиона. да, после того, как я испытал на себе деяние слова Марк 11 глава 24 стих, когда с 24 часа мой организм полностью очистился, когда я кушал поздно, тогда у меня было несварение, и я себя чувствовал плохо, да, я не мог что-то кушать, но сейчас я в Африке, все, что я сам съедаю, у меня намного лучше стало состояние организма, да, я ничего не сделал, только поверил, как слово Бога говорит, все, чего не просите, все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получите, и будет вам, да, я не был таким человеком, который верит, но я подверил, а, организм выздоровеет, поэтому я кушал кимчи, хотя у меня был понос и болел живот, хотя я видел, что я болею, да, у меня болит желудок, но Господь сказал, что я исцелен, поэтому слово я кушал кимчи, и рис костинецу и много покушал. Знаете, когда я пришел спать, ровно за 24 часа мой желудок полностью исцелился. поэтому хотя я знал, что Че Юан уже умирает, он при смерти, но я почувствовал точно в душе, что тогда он целится. Тогда это время не работал как ауток. Представляете, как дорога была международная связь. Но 15 минут я объяснял Йохану, ты понимаешь меня? Ты верь Богу. Бог даст тебе новую силу. Ты можешь победить этой силой я скорпиона, хотя ты как будто не можешь избежать смерти, но попробуй надеяться на Господа, Он даст тебе силу. Ты можешь победить я скорпиона. Да, он тоже знал, что это теория есть такая. Я тоже это слово знал просто до того дня. Но в тот день, когда это слово действило, и мой желудок исцелился. Поэтому уже многим людям я рассказал такой способ. я видел, как многие люди смогли исцелиться. Господне слово живет, и оно двигается. Тогда Йоханн в тот день услышал от меня слова и поверил. И он смотрит на Господа. Да, я жду тебя, Господи. Ты сделай, чтобы мой желудок исцелен был, и я заснул на следующее утро. И эта сестра, медсестра в больнице, она спала и потом только проснулась. Она посмотрела, ой, наверное, он уже мертвый. Когда она пришла в палату, она увидела чудо, что давление поднимается. Этот аппарат, он начинает так двигаться и вид подниматься. Но до этого очень тихо пшшш, пшш. Но после этого сердце Иоанна стал биться так. Пу, пум, пум. Тогда медсестра прибежала к доктору и сказала, доктор, тут произошло чудо. Сейчас у этого молодого парня поднимается давление. Но ты что делала, сестра? Я ничего не делала. Тогда он проснулся утром. О, как у тебя дела? Хорошо? Да, хорошо. И под себя ходил по большому маленькому, я все убирал за тобой. А да. Вот видите, это фотография, когда сперва такое было. И потом через несколько дней вот так произошло с ногой. вы знаете, это очень страшно яд скорпиона. Обычно нужно делать операцию. Но если человек получил яд скорпиона, нельзя делать наркоз. Представляете, это по-живому убирать вот эту корочку очень больно. Но через некоторое время его наказ стало очень чистой. и он поехал в Америку. В 2013 году он женился. Самой красивой девушкой они поженились. У него уже трое детей. Это удивительно. Знаете, мысли Бога и наши мысли очень отличаются. Но неважно какие у вас мысли, вам нужно игнорировать их. И попробуйте принимать по вере то, что написано в слове Библии. И знаете, я хочу еще очень важную вещь. Знаете, с самого детства я ходил в церковь. Но знаете, с самого детства я жил очень несчастно. Тогда в 44 году мы подвиновались правилам Японии. И через год мы получили свободу. И в 50 году у нас была гражданская война между Южной и Северной Кореей. В 51 году моя мама ушла из жизни. И через месяц всего лишь мой старший брат пошел служить в армию. и мой отец он также пошел и помогал на войне в тылу. Представляете, за короткое время мой отец, мать и старший брат ушли из дома. моей самой старшей сестре было 15 лет. Второй сестре было 13 лет. Мне было 8 лет. И моему младшему брату было 4 года. с 51 года по 62 года, то есть 11 лет. У меня я думал, может ли у меня счастье быть в жизни? 51 второй третий четвертый и так далее. Не было едного счастливого дня. Мы не знали в чем нам ходить и что нам есть. И когда я спал, я услышал странные звуки. Моя старшая сестра, она смотрела, как мы спим, и она плакала в то время. Но бывало такое, что мы вставали и вчетвером все плакали. Нам было удивительно то, что мы до сих пор не умерли и мы живы. Когда мне стало 15-16 лет, я много воровал со своими друзьями. Мы воровали картошку, хурму и также орехи. и мы каждый день просили за свои грехи. Но знаете, что важно? Что важно? То, что Слово Бога отличается от моих мыслей. Знаете, очень сложно иметь свои мысли и верить Слово Бога. Но если вы принимаете свои мысли как бесполезное и просто верите в Слово, тогда оно действует. Да, это слово Марка 11 глава 4 стиха не вдруг произошло. После этого, когда я говорил о вере, которые находились при смерти, в тот год, когда я выздоровел от язвы в 87-м до летней конференции, когда у нас приходит в июле, мой желудок выздоровел. И я точно так же свидетельствовал в первой вечере на конференции, как сегодня говорю вам. тогда именно те слушающие 250 человек, именно 250 человек, они через мое свидетельство получили исцеление от своих болезней. И один брат, он свидетельствовал в церкви. У нас был рис, который подготовлен для конференции. И получилось так, что мы забрали этот рис. Тогда наша церковь находилась около университета сеульского при входе. Да, у нас был на первом этаже просто магазин, на второй зал, потом еще мессиянская школа. И на четвертом этаже была наша кухня. И этот брат, он погрузил три мешка риса в багажник. Получается, он взял на спину эти мешки, потому что не было лифта в то время и понес на четвертый этаж. этаж. Он принес эти три мешка на своей спине на четвертый этаж. И когда он вернулся домой, он был шокирован. У него так болела поясница, что он даже не мог двигаться. Но он взял эти три мешка и принес на своей спине. оказывается, я не верил, но я уже выздоровел. Тогда 250 человек, они слушали мое свидетельство и тоже они получили исцеление от своих болезней. Когда вы смотрите на слово и не верите, тогда кажется, что он мертв и но если вы начнете верить слово, тогда оно живое и действует в вашей жизни. Вы тогда можете от своей веры видеть удивительное деяние. Хотя мы читаем, смотрим слово Библии и знаем, но мы имеем свои стереотипы, через которые мы смотрим, то, что нам нравится, мы принимаем, то, что не подходит, мы не принимаем. Библия как говорит нам, нужно выбросить свои мысли, свои чувства. И когда мы принимаем слово так, как оно есть в Библии, Библия это слово Господа. Неважно кто вы, какой вы человек, но Господь может действовать своей силой в ваших сердцах. Сегодня еще одно слово хочу показать вам в Библии. Давайте откроем свою Библию. Книга Кримлянам 3 глава. Кримлянам 3 глава 23 стих. Вы нашли? Давайте вместе прочитаем с вами. Что здесь написано? Давайте вместе прочитаем 3 и 4. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Из-за того, что мы все согрешили, мы лишены славы Божьей. Из-за того, что болел мой желудок, я не мог кушать нормально. «Но в слове Господь что мне сказал? Все, что не просите, верьте, что получите, и будет вам». В тот день, хотя у меня сильно болел желудок, но я поверил, что я здоров, поэтому я ел и ел даже кимчи. не только я выздоровел на этом месте. Да, я имел дальше понос, но я все равно до конца верил в слово. И за 24 часа я стал полностью здоровым. И с 87 года уже прошло больше 30 лет. Но до сих пор у меня никогда не было проблем со желудком. Я очень хорошо все кушаю. Я очень здоровый. Но я не имею другое тело. В 11 главе от Марка в 24 стихе «Все, что не просите, верьте, что получите, и будет вам». Мне казалось, если я съем кимчи, желудок будет еще больше болеть. Но в 24 часа мой желудок стал полностью здоровым. и после этого, когда я думал, что это трудности или проблемы, которые существуют в моей жизни, я по вере, когда делал шаг, я видел, как Господь действует. желудок я вижу, у меня болит желудок. И врач сказал, что у меня даже может взорваться лопнуть желудок. Да, я потерял вес очень, даже 7 килограмм. Но я поверил слово. Я кушал рис и кушал кимчи. Да, у меня может еще больше болеть желудок, и даже он может лопнуть. Но за 24 часа я полностью выздоровел. И не только Чеюхану я говорил. Многим людям я также говорил так. Попробуй верить в слово Господа. Оставь свои мысли. ты до сих пор выбрасывал слово Бога и верил в свои мысли. Но сейчас ты поверишь в слово Господа. Бог будет жить и действовать в твоем сердце непременно. Я поверил Богу. И я не могу рассказать, как Господь действовал в моей жизни даже. Кремлян на 23 стих. Потому что все согрешили. Вы также согрешили и я согрешил. Поэтому мы лишены славы Божьей Святой и мы должны пойти в ад. Мы согрешили. Нам нужно умереть. но посмотрим 24 стих. Что-то написано. Там удивительное слово. Совершенно противоположно 23 стиху. 23 написано «Мы грешники». Но в 24 стихе «Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Мы ничего не делали. Все сделал Иисус Христос. Поэтому Господь сказал, что мы оправданы. Да, мы получили оправдание от Господа. Я был удивлен. А Господь сказал, что я оправдан. Получается оправдан, это значит не грешник. Это означает греха нет у меня. Означает, что я чистый. С того момента я начал читать Библию. Но знаете, такого слова очень много в Библии написано. то, что Иисус был распят на кресте и умер. Он умер за наши грехи. Он умер за наши грехи. Но через Его смерть и распятие на кресте Он оплатил все наши грехи Своей кровью. И Он сказал, мы чистые, праведные, у нас нет греха. Да, Господь сказал, достаточно просто верить. Но у меня была такая душа, да, если я поверю, все равно же у меня болезет, раз я смогу, есть кимчи. Но когда я выбросил свои мысли и начал верить, слава Бога, я видел, как Господь своей силой в моей душе действовал. Я о чем говорю? Да, я согрешил. Я и воровал, и я обманывал, многое от чего совершил. Но что написано в 3 главе послания к Риму в 23 стихе? В 24 написано получая оправдание даром. По благодати его мы не сделали ничего. Без всякой оплаты Иисус сделал это за нас. Мы стали оправданными. Господь сказал, смотря на меня, что я праведный. Я получил оправдание перед Богом. Для того, чтобы оправдать нас. Иисус взял наши грехи и пошел был распят на кресте. Через его смерть вся оплата за грех произошла на кресте. В 1962 году я поверил в этот факт. Я сокрешил много. Точно, сто процентов я грешник. но Господь говорит, что я оправдан. Я говорю, что я грешник. А Бог говорит, нет, твои грехи омыты. Ты праведный. Ты святой. Что важно, мои слова или слова Бога? Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я праведный. если Господь сказал, очищены грехи, значит, они очищены. Поэтому с того момента, какие бы мысли мне не приходили, я согрешил много. Я много воровал, много оманывал. Но все мои грехи Иисус понес вместо меня. и своей кровью, своей смертью на кресте Он очистил меня. И что говорит Библия? Получил оправдание я. Знаете, я поверил Библию. если Бог сказал, правда, значит, я праведный. Потому что Бог есть судья. До сих пор я учился то, что я грешник. Потому что я согрешил. Поэтому я тоже говорю, что я грешник. многие люди говорят, уже Иисус очистил твои грехи. Но ты же согрешил. Поэтому ты грешник. Нет. Хотя Иисус омыл мои грехи, которые я сделал, но Он сказал, что Он отмычил также и нынешние, и все грехи. Если мы только с Ним Иисусом, если бы Он просил только одну часть грехов, тогда мы не могли быть совершенными. Но Иисус полностью очистил мои грехи. Написано везде, что Он все грехи мои очистил. Если Библия говорит так, значит все мои грехи омыты. Да, я читал бытие, левит, второзаконие, числа, и так далее. До того, мои глаза как будто были закрыты, я не понимал. Но после этого я читал Библию и видел везде, что Иисус написал, что Он очистил меня. Как говорит Библия? Он не искупил только некоторые наши грехи. Он тратил все грехи до нашей старости, до нашей смерти. Поэтому я стал оправдан перед Ним. И Иисус сказал, что я оправдан. Сегодня я хочу сказать вам важный момент. вы можете иметь много мыслей. У каждой из вас свои мысли вы имеете. Но знаете, какая проблема есть? Если Бог говорит слово, тогда ваше слово право или Бога слово право? Слово Бога право. Во что нужно верить в наши мысли или в слово Бога? Еще немножко хочу продолжить. Иисус встретился с 38-летним больным в Эфезде. Этот человек был лежачим больным, Иисус подошел к нему. Иисус спросил, хочешь ли быть здоров? Что больной ответил? когда ангел испускается и возмущает воду, когда я дохожу до этого места, уже кто-то сходит прежде меня. Некому отнести меня до этого купальни. Поэтому у меня нет пути. А что Иисус сказал? «Встань, возьми постель твою и ходи». Что? «Встань, возьми постель твою и ходи». Да, этот больной знал, что его ноги уже иссохли, он не может ходить. Да, он несколько раз пробовал вставать и снова падал, он понял, что ничего не получается. он пробовал и принимал решение делать еще раз и еще раз, но все время падал. Но сейчас изменилась проблема. Иисус сказал «Встань, возьми постель твою и ходи». Тогда этот молодой мужчина, он знал, что он не может ходить. Но он последовал Слову Иисуса и встал. Это удивительно. Он встал. Он может идти. О, оказывается, я хожу. Я встал. Вот так получилось. Это есть Слово Бога. Вам кажется, что это не так? Не знаю, как вы чувствуете. Если Иисус говорит «Иди», тогда вы можете идти. Если Иисус сказал «Очищены», значит «Они очищены». Что важно для того, чтобы действовать Иисусу. Из-за того, что наши мысли не такие, как у Иисуса. Нам нужно верить не в свои мысли, но в Слово Бога. мне нужно выбросить все мои мысли. И вы попробуете поверить в это Слово. Если Бог говорит «Оправданы», значит мы праведны. Если Господь говорит «Мы святы», значит мы святы. В 23-м стихе написано, получая то, что мы согрешили личное Слово Божие. Но в 24-м получая оправдание даром, ничего не сделали. По благодати искупления во Христе Иисусе мы сделались оправданными. Кто оправдан? Вы, я, все мы получили оправдание. Господь сказал, что мы грязные гречки, но мы оправданы. Потому что Он уже получил все наказание за наши грехи. Еще посмотрим в следующей главе. Кримином 4-я глава. 25-й стих также прочитаем вместе с вами. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Иисус воскрес для оправдания нашего. Посмотри на дырки от гвоздей в руках Иисуса. Посмотри на в ребре здесь прокол. Это есть символ того, что я вместо тебя умер за грехи. Все твои грехи прощены. Все грехи прощены. Ты святой поэтому. Люди Ветхого Завета приносили жертвы. Они приносили жертвы на земле, поэтому она имеет ограничение временное. Поэтому они не могли простить свои грехи навсегда. до через кровь Иисуса. Он помазал свою кровь не на жертвенника, который на земле, но на небесах. И Он говорит то, что этой кровью наши грехи навсегда, навечно очищены. Он когда очистил наши грехи, Он сказал, что навсегда очистил и назвал нами. Знаете, я очень много плохих поступков сделал и согрешил. Я смотрел, я грешник. Я смотрел на себя, я грешник. Да, я грешник. Я согрешил. Но я читал Библию. Христос искупил меня бесплатно. И я стал оправданным безвозмездно. Верил. Я верю. Если Иисус говорит «Я оправдан, значит, я оправдан». С того дня Иисус начал жить в моем сердце и действовать. Любимые братья и сестры или дорогие зрители, хочу вас спросить. Во что вы хотите верить? В Слово Бога? Долгое время мы жили доверяясь своим мыслям. Но я с того момента принял решение верить в Слово Бога. есть решающее слово Коринфянам послание 6 глава 10 стих. Посмотрим Коринфянам 6 глава 10 стих. Что здесь написано? Здесь написано так. Первое послание Коринфянам 6 глава 10 стих. «Ни злоречивые ни хищники Царства Божия не наследуют». Здесь в 10 стихе написано, что такие не наследуют Царства Божия попадут в ад. Но в 11 стихе что написано? «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». До сих пор вы верили в свои мысли. Но давайте с сегодняшнего вечера мы будем верить в Слово Божье. Мы согрешили. в 11 стихе здесь написано, что мы омылись, осветились и оправдались. Давайте еще раз 11 стих почитаем. «Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа нашего». А если я получил оправдание, но я согрешу, я грешник. Таким образом, Иисус не мог искупить все наши грехи. Он только все грехи, а мы может сказать, что мы спасенные. Иисус очистил все наши грехи. Поэтому не доверяйте своим мыслям. Вы верьте, пожалуйста, в Слово Библии. Тогда Дух Святой будет сильно действовать. И я верю, что вы будете удивительную и благословенную жизнь иметь. Давайте вместе помолимся. Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы должны были в вечной погибели утопать из-за греха. Но Иисус пришел и сделал нас чистыми. Когда я поверил, что мой желудок исцелится, Он исцелился. в своих мыслях мы думаем, что мы грешники. Но Господи, сказал, что кровь Иисуса Ты навсегда очистил нас. Ты сказал, что не воспоминешь наших грехов. Господи, дай, чтобы сегодня в наши сердца вошел Дух Святой. Чтобы мы имели светлое и счастливое сердце. Господи, уже не от нас зависит наша жизнь. Но мы очистились через кровь Иисуса. Ты дай нам жить такой жизнью. Господи, ты живи среди нас, и ты действуй. Господи, благодарю тебя за такое ценное время. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор Те Аминь. Продолжение следует...